Музыка 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 Вот так вот Выглядит слива Просто так Дерево Дерево так издалека Просто все усыпано Сливами Все прячется за веточки А приглядишься Просто там кошмар Дорогие мои друзья Сегодня Мы с вами будем делать Виной слив Это Самый простой способ Самый такой он Так сказать Внушаемый Почему Потому что Мы будем с вами Делать 20 литров Сразу вина Заквашивать Вот у нас С вами стоит Ведро слив Нам нужно ведро слив Мы их сейчас перемнем Положим вот в эту флягу Вот такую вот фляжку Я уже ее помыла Приготовила Ну конечно Мне не удержалась Душа добавить Вот синеньких слив Для цвета Они очень сладкие тоже А это сливы Медовые Это уже Прям приторно сладкие Вот Ну как бы для цвета Все таки синеньких Решила добавить Чтобы цвет был красивый Вот мы сейчас Все это перемнем Вместе с косточками Все сложим в флягу И зальем водой И прямо вот здесь Вот у нас во дворе Все это будет и стоять А почему Потому что сейчас тепло 20 с лишним градусов тепла Всего должно это стоять Три дня Сверху я не стану Герметично закрывать Там есть резиночка На крышке Я этого делать не буду Я прикрою И завяжу потом сверху полотенцем Чтобы туда не попали мухи Конечно для этого прежде всего И так у нас три дня простоит Может в течение этих трех дней Раз в день Открывать крышку Немножечко перемешивать Вот это вот сверху Будет конечно Вот это вот все Кожурки, мякоть Значит ядрышки Они постепенно все упадут на дно И после того Как пройдет три дня Мы с вами все это через дуршлаг Процедим Как бы вот Она уж Как бы не то Чтобы закисать начнет Эта масса Но как бы Уже так процесс брожения Там начнется Вот Самое главное условие Ни в коем случае Сливы нельзя Мыть Я думаю Что в этом об этом Знаете Когда мы делаем сливовое вино Любые ягоды Из любых ягод Мы делаем вино Ни в коем случае Нельзя Ягоды мыть Вот Значит Вот так как они у нас Собрали мы из дерева Я собирала Я собирала именно ягоды У меня есть Вот ближе к дороге А я собирала как раз Вот во дворе Где Никаких нету Ни пыли Ничего нету Вот Через три дня Мы Все это процедим Через дуршлаг Все кожурочки Которые Вот есть Вот верхняя часть Слив Она останется И И на самом дне У нас с вами будут Вот эти бобы Естественно что мы все это с вами Значит все это джем Ведь мы Выбросим А вот эту вот Полученную массу Мы будем с вами разливать В банке У меня есть 20 литровый бутыль Я в эту 20 литровую бутыль Солью И на нее мне нужно будет Как бы Уже я привыкла Как бы из расчета На 10 литровую бутыль 3 кг сахара И 2 кг ягод Ну в связи с тем Что у меня ягод очень много А вот как раз в данном случае Поговорка Кашу маслом не испортишь Вот как раз она подходит Но только здесь сливами Не испортите Вы никак Вот Вино Почему Потому что здесь как бы Чуть меньше нужно Ну вот Вот Самое главное здесь не угадать с сахаром Сахаром мы положим Вот значит Уже в отжатой Вот Вот это вот Получившуюся жидкость Вместе с мякотью Она получится Мы положим Значит Если Если мы все это с вами В 10 литровую В 2 10 литровых То по 3 кг в каждую Если В 20 литровую бутыль сольем То значит Нужно будет 6 кг сахара И все это И все это мы оставим С вами бродить Почему нельзя Например Почему нельзя Ставить Бродить с косточкой Можно же например В бутыле вот сейчас В ту 10 литровую В ту косточку В косточке очень много Синильной кислоты Поэтому Нежелательно Нежелательно Чтобы долго Вино стояло А если вот сейчас Каждую вот Сливу вот ее Вынимать косточкой Это очень долго Поэтому Не надо себе Как бы искать работу А мы сделаем Вот таким простым Просто вот хатичину Сейчас перемнем Немножко Потом завтра Вот я чуть помну Потом И все у нас это все В водичке растворится Вот И Значит Перельем в бутыли Можно если у кого Бутыли нет таких больших Можно посчитать Из расчета на 10 литровую бутыль Если у нас 3 кг сахара То в 3 литровые Можно банки разлить И надеть на них перчатки Точно так же И вот под перчатками Она там начнет бродить Вот это вино Как минимум Месяц оно должно простоять Вы с вами увидите Что процесс брожения Прекратится Перчатка у вас начнет Падать Падать Ну только единственное что Когда вы будете наливать В бутыль Посмотрите по плечике Не надо склеить Потому что Нужно обязательно Сантиметров 10 бутыли Оставлять в свободное место Потому что Нужно это для брожения Обязательно Для брожения вина Вот это вот пространство Должно остаться Иначе у вас будет Переполняться все В перчатку Перчатка будет срывать Все это будет разливаться Сами понимаете Неприятная такая-то вещь Вот у нас здесь Как раз с вами цветочки Вот розочки Наши Плетистая роза Вот она в этом году Не очень высокая Но вот такая Вот она у нас Очень так Она красиво цветет Вот с сиреневыми Бакетом сиреневым Вот Значит Что еще про вино Простоит оно у нас Месяц После месяца Его Ну Вы видите сами Если Не в очень теплом помещении У вас будет стоять Ну например Там где-то Если градусов Там 18 будет То она конечно не сильно будет Бродить То можно и полтора месяца Вы сами видите Что жом начнет опускаться вниз Оно Вино уже становится такое Прозрачненькое То вы его Процеживаете И освобождаете И освобождаете Как бы вот От этой вот Что у вас там мягче будет Она должна Как бы вы должны уйти Естественно Она не уйдет вся Вы процедите Еще раз ее в другие емкости В другую банку Например Куда-то в емкость Потом опять вот в бутыль сольете Или в другие трехлитровые банки Сольете И пусть еще стоит месяц Под перчаткой Если только перчатка не будет у вас подниматься Ничего все нормально То уже можно просто капроновым крышкой Будет закрыть И пусть стоит настаивается Зреет После уже этого Я все разливаю Значит Полутора литровые Пятилитровые бутыли И ставлю уже куда-то в подвал В подвал Где у кого Какое помещение есть Вот так Чтобы только она не замерзла Конечно на балконе Если у вас Балкон например Будет На балконе холодно Чтобы Чтобы оно не замерзло это вино Вот таким вот образом Мы делаем с вами Вот И Вы не представляете Какое вкусное сливы вино Это просто какое-то чудо Градусов у него Если вы его Вот если вы его Заделаете в бутылке Оно еще постоит у вас месяцок К Новым году как раз он у вас созреет Не менее 12 градусов будет И вот именно за то что это ягода такая с кислинкой Ароматная Очень вкусное вино Честное слово Так что попробуйте Рецепт простой Ничего особого там здесь Ничего такого Заумного нету Но Простой Но очень такой вот Уже Прижитой Такой уже значит Знаете уже верный способ Значит В другом видео я еще раз вам Расскажу Объясню Как я делаю Вот прям Расскажу как еще Именно саму бутыль я как заквашиваю Как это делаю Прям Весь процесс вам покажу Вот У меня уже стоит Две 10 литровых бутыли Одна с вишней волночной Другая с вишней обыкновенной Вот Поэтому Дорогие мои друзья Так вот я заложилась Получилась вот такая вот Как бы вот у нас там Мутная водичка В фляге Вот она будет стоять Я все-таки заставила зазор Для того чтобы Кто знает как она там будет Вода Вдруг жон начнет подниматься Пусть останется Лучше потом немножко мы Погодя Мы Нужно будет залить Ничего страшного Добавить водички завтра Посмотрим как там Что это у нас будет Весь процесс происходить Но чтобы вот так Более-менее бурно Если вы хотите чтобы Ну можно вот горсти Две сахарочек Туда добавить Лишним не будет Но если вы не хотите Чтобы вам там У вас там это чего-то там И процессы вот эти уже брожения Заранее начались То пусть вот так отдают Сейчас Должна вот это вот слива Отдать всю свою мякть Она должна отдать в воду Как бы вот перебродить Немножко с водой Больше трех дней нельзя Вы сразу увидите Что вот наверху начнется Вот такой как бы Вот не то чтобы плесень Но уже начнет подергиваться Вот таким каким-то Налетиком И все это уже сигнал К тому что нужно Немедленно все это Сливать Сливать в бутыли Сливать Значит В какие-то емкости Которые вы можете Герметично закрыть В данном случае Вот перчаткой Например Надеть перчатку Чтобы не поступал воздух И там внутри Все это бродило И создавался градус У вина Вот Вот таким образом Вот такой процесс Вот Значит Ну как бы наверное все На сегодняшний день Единственное что я хочу вам Показать еще Свои цветочки Вот герань Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok